Каждую весну четинцы с ужасом ждут пожароопасного периода. Все помнят смог над краевой столицей в 2014 году. Тогда на больничных койках оказались 192 человека. Все последующие годы край был, мягко говоря, не готов к нашествию стихии. В 2018, по словам министра природных ресурсов края Александра Волкова, ситуация будет гораздо лучше. В текущем году выделено гораздо больше средств на хозяйственные работы, в том числе и на подготовку к пожароопасному периоду. До сравнения, если в прошлом году было 565 миллионов рублей, то в этом году 995. Удалось нам гораздо раньше организовать торгово-закупочные процедуры и увеличить их количество. Сегодня осуществляется прием персонала в авиабазу и в КГСАУ Забайкал-Лесхоз. Также уже начались профилактические отжиги в Кыренском районе. Помимо этого увеличились объемы летных часов и количество техники. В 2018 году на авиамониторинг будет задействовано 3 самолета Ан-2, 2 вертолета Ми-8 и 7 самолетов Цесна-182. Натушение лесных пожаров привлекут 2 вертолета Ми-8. В прошлом же году с воздуха пожары ликвидировали всего 1 Ан и 5 самолетов Цесна-182. Также в министерстве отметили, что после начала пожароопасного периода очень надеются на помощь добровольцев. Добровольцы, прежде чем приступать к этим работам, должны зарегистрироваться в реестре добровольных пожарных и пройти соответствующую подготовку, страхование жизни и здоровья и пройти вакцинацию. Просто так пустить человека в лес, в условиях, когда он может заразиться клечевым энцефалитом, наверное, было бы неправильно. Добровольцы же, по словам Александра Волкова, проходить подобные длительные процедуры не спешат, поэтому пока не зарегистрирован никто. Также министр отметил, что начнется пожароопасный сезон, предположительно, в конце марта-начале апреля. Полина Харченко, Николай Шунков, ЗАПТ-ТВ.